привет всем кто заглянул на мой канал сегодня небольшой мастер-класс на тему смешивания геля с блестками это самый популярный цвет блесток самый такой используемый оттенок который у меня в работе пользуется больше всего сейчас я покажу как я его смешиваю мне понадобятся вот такие вот всем известные блестки они примерно в основном все с одинаковым цветом это мульти такой отблеск у них они имеют только разную форму вот например вот эти вот которые называется у меня русалка это размер их почти самый маленький размер они разноцветные радужные блестки немного не хватает камера там этот разный такой отблеск у них сейчас я вам покажу видите они такие разноцветные и довольно мелкие это предпоследний номер перед самым маленьким размером вот такая русалочка у меня есть потом у меня есть вот такие вот блестки это фирма айбеди и они тоже мелкие немножко покрупнее но достаточно мелкие тоже радужные ведь они разноцветные потом я возьму еще вот такие покрупнее это уже у меня гексагончики они такие ведь у них кружочки не кружочки такие многогранники не самые большие такие средненькие нам самые огромные такие лопухи они не нужны неудобной в работе и вот эти вот гексагончики они другого немножко цвета больше голубого с зеленым таким с розовым и они немножко покрупнее чем вот эти эти маленькие эти большие и такое вот смешение вот таких разных размеров очень будет интересно смотреться в геле и на ноготках это то что касается блесток теперь мне нужен вот такой вот шпат и любой инструмент которым удобно будет смешивать гель нужно будет пустая коробочка вот это от айбеди она пустая и нужен будет сам гель на базе которого мы будем замешивать у меня клер гель гель от айбеди это базовый гель перед тем как я буду смешивать гель с блестками чтобы не было пузырьков мне нужно его подогреть я подогреваю его в микроволновой печи у меня есть старая микроволновая печь отдельная от использования на кухне она у меня специально для этих целей и если я скажем наберу вот здесь половину вот этой баночки где-то 10 секунд в микро пи микроволновой печи будет достаточно чтобы он нагрелся и стал более жидким и тогда нам будет легче смешивать и он не будет давать пузырьков и кстати отстаивается ему тоже будет в более жидком состоянии гораздо легче давайте мы наполним баночку сейчас я его уже вот так положила потому что он недостаточно немножко недостаточно такой текучий сейчас это его нормальное состояние открою его чтобы быстрее он уходил видите он тут вот сидит наполняя баночку примерно сколько мне нужно будет я не буду мешать много я специально взяла клер гель потому что он жиже чем строительный прозрачный гель цель такая что блестки которые будут замешаны вот этот гель да он должен быть жиже чем закрывающий его строительный гель потому что он идет более тонким слоем и поэтому там как бы гонять эту толщину до чтобы нам было тяжелее работать это совсем не надо поэтому примерно вот видите такое количество и вот этот вот клер гель нам очень даже подойдет но пошла я греть его вот мы подогретый материал я уже 10 секунд подогрела ведь он стал более текучий и таким образом из него будет более легко выходить пузырьки на качество материала это не влияет абсолютно только естественно не ставьте там на пол часа я не знаю подогреваться на какие-то такие на пол минуты совсем чуть-чуть надо подогреть только для того чтобы он стал более более жидкий видите вот такой вот он там весь растекается и давайте добавлять уже сюда блестки начнули вот с таких вот с маленьких русалочка буду понемножку добавлять кучками такими видите как они так очень красиво туда заходит я сейчас приближу немножко вам чтобы было видно вот русалочка дальше мы положим айбедишко блесточки такие блестки я использовала в своем видео про коррекцию ногтей омбра и глиттер это именно этот замес ссылочку я на это видео с коррекцией оставлю под описанием вы можете посмотреть как применяется конкретные вот такие вот блестящие гели возможно вас это заинтересует так что я приглашаю дальше мы кладем гексагончики их немного вот таких вот крупных блесток поменьше чем мелких и еще у нас остались гексагончики вот такие вот они более радужные чем вот эти вот крупные их тоже добавляем в процессе размешивания мы уже посмотрим что нам еще добавить блесток не должно быть слишком много там она кашка вот эта гелевая которая получается при замешивании не должна быть слишком густой видите как красиво все смотрится несмотря на то что гель стал у нас более жидкий после подогревания мы тоже не будем особо там усердствовать при размешивании да чтобы все же не нагнать нам там очень много пузырьков и смотрим какой у нас получается гель концентрация блесток в прозрачном геле нас интересует мы не должны переборщить потому что слишком много блесток тоже некрасиво они получают как одна на одной и вот этой глубины и игры блесток на ногте уже у вас не получится не будет видно если не будет промежутков прозрачных между блестками небольших совсем совсем небольших не будет видно вот это вот 3d глубины видите как он у меня получился его надо хорошенько промешать вот оттуда с дна поднять чтобы не ошибиться с концентрацией хочу сказать что мне еще как-то вот хочется сюда добавить по чуть-чуть каждого цвета я добавлю айбедишку чуть-чуть вот таких вот крупных блесток чуть-чуть гексагоны и пошли средненькие крупненькие здесь и русалочка и мне кажется что на этом уже можно остановиться тот же самый процесс перемешиваем замес готов в любом случае он должен сейчас отстояться после того как он постоит некоторое время и вы возьмете его для работы блестки упадут вниз немножко нужно будет подмешать тоже без сильного такого движения шпателя потихонечку чтобы не вбились до новые пузырьки в принципе работать уже можно я сейчас возьму типсу и покажу вам как это будет выглядеть на ноготке плюс минус чтобы вам было понятно о чем речь но видите даже хотя вот в этой баночке видно как он блестит просто завораживает вот я взяла типсик и я вам сейчас покажу как он будет выглядеть плюс-минус на ноготке вот капелька такая ведь она достаточно жидкая сейчас потому что он еще в теплом состоянии он не остыл до конца вот так вот он выглядит его можно выкладывать как полностью толщиной возможно в некоторых в несколько слоев смотря какая длина она у ногтика вашего на котором вы работаете его можно выкладывать в качестве подложки как я делала в коррекции ногтей омбра и глиттер ссылочку на это видео я оставлю внизу в описании кому будет интересно можете пройти посмотреть вот видите как он выглядит такой очень красивый 3d эффект снежный такой яркий от блеску блесток я очень довольна мне очень нравится замес если вам понравилось то видео ставьте лайки и увидимся в следующих видео всем пока